Музыка Осторожно, двери закрываются Следующая станция Марьяна Роща The next station is Марьяна Роща Музыка Ой, мне же спрашивают С радио пишет, Наташа, ты где? Сейчас Диана приветствует Наташа Гром И мне очень странно, почему ты мне не веришься Что это моя страница и все такое Еще что хотела сказать Что мне на самом деле проще написать сообщения Вот так вот Голосовые Мне на самом деле проще Написать сообщения текстовые, чем голосовые Чем вот тут мучиться Потому что я не всегда смогу К сожалению, вот так вот зажать лодочку И ответить Вот, это я и написала Так, подходим 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 Это какая улица? Всем большой привет Меня зовут Наташа Гром Я очень рада видеться всех На своем канале И сегодня у нас Я так поняла, что такое Небольшое интервью на радио Вот, мы сейчас идем По школу радио-телевидения Она очень крутая Отвлеклись Немножко Вот Я очень люблю ходить На радио Я очень люблю ходить на радио Потому что Я раньше работала на радио Мне это очень нравится И я себя чувствую как дома Когда сижу у микрофона Короче, вот Тебя там ждут, нет? Да Конечно Меня ждут А это А вот этот парень оператор Настой Энфира 50 секунд Все хорошо? Вы веселенькие? Да Он очень любит Он очень любит Он очень любит Может кто-то надеть на уши Кто хочет Одним Здравствуйте, друзья Меня зовут Наташа Малет Всем добрый вечер Наконец-то мы встретились В М-шоу на PlayFM Сегодня у нас Очередной понедельник Очередной повод нашелся Мы решили собрать сегодня Представителей необычной профессии Хотя пока даже, знаете Как-то непонятно А можно ли называть Эту деятельность профессией Мы сегодня будем это выяснять С моими гостями Тема М-шоу Сегодня, друзья Это блогеры И то, чем они занимаются Деятельность интересная Необычная Хотя, с другой стороны Ну вот, знаете Прям Куда ни глянь Каждый третий Итак, я вам представляю Своих сегодняшних гостей Я думаю, что они сейчас С вами сами поздороваются Но для начала Давайте я вас познакомлю Сегодня у нас в гостях Денис Штерляев Видеоблог Штирка О видеоиграх Екатерина Гажура Фотоблог в Инстаграм ведет Динара Ивлева Ведет блог на тему Имидж коучинга Моды и стиля И Наташа Гром Видеоблогер Тоже у нас сегодня в гостях Напротив меня сидят Наташа и Катя Рядом со мной Динара Ивлева Давайте так Чтобы познакомиться Для начала Как вам пришла идея Стать блогером Почему вы решили Этим заниматься Вдруг внезапно Как вы вообще Вы поняли, что вы блогер Ну и кто начнет Ну да, я начну Да, хорошо А, ну идея Это пришла вообще Она пришла в 2009-2010 Тогда еще был популярный Видеоблогер Когда Мэдисон Можик Свой первый обзор Я бы не хотел вспоминать Он был достаточно позорный Что-то людей его посмотрело Ну его около двухсот Что-то подобное Потом я, к сожалению Переехал сюда Я забросил это немножко И я решил вообще Как Денис нам расскажет Всю свою биографию Да, конечно Нет, я могу перейти Я просто рассказываю Но как бы Тут просто четыре девочки И когда среди них Затесался один человек Который делает видеоблог Об играх Девчонки, да Мы понимаем сейчас Как Денису Не просто с нами тут находиться То нужно, конечно Ему держать с нами Ухо востров И родители мои И родители бензионные Хорошо Передо мной девчонки Это Наташа и Катя Так, здравствуйте Еще раз Меня зовут Наташа Гром Я снимаю видео Ну, никого же не секрет Наташа представила С чего все началось? Ну, наверное С того, что я работала на телевидении И всегда у меня все было связано Со съемкой Там было радио И потом все-таки был YouTube По одной простой причине Что здесь аудитория к тебе идет Быстрее Есть фидбэк И есть также Ну, понимание того Что в тренде То, что люди говорят То, что им нравится То, что им не нравится Это происходит сразу же А вот на телевидении Здесь уже все сложнее Плюс есть редактура какая-то Определенная Которая происходит через Пять-шесть рук Грубо говоря А тут один человек Сит и все делает Да, смешно Спасибо Вот так Так, дальше передаю микрофон Еще раз тебя приветствую Я фотоблогер Собственно, идея пришла Неожиданно Все мои Собственно, я фотографировала людей Не так давно я начала фотографировать И все мои родственники Друзья, коллеги Все просили меня показать Что же я наснимала Как все вышло Как чудесная соцсеть Как инстаграм Пришла мне на помощь Собственно, совершенно неожиданно Для меня люди стали подписываться Стали интересные фотографии Которые я снимаю Да Девочкам очень приятно было смотреть Что оказывается Вот я такая обычная Хожу на работу В обычном там Каких-то джинсах Викенах А на фотографии Я могу вот так здорово выглядеть Как фотомодель Это потрясающе И я поняла, что Мало кто Вообще Мало кто в жизни Особенно девушки Понимает, что не нужно быть фотомоделью Чтобы быть красивой На самом деле красивые И уникальны все девушки И идея моего блога Донести людям Что не нужно быть фотомоделью Чтобы быть фотомоделью Да Это хорошая идея Мне она очень нравится У нас уже вся пятерка гостей в сборе Привет всем, кто смотрит трансляцию Вконтакте Да Я так это Пользуюсь служебным положением Традиционным В своем профиле Веду прямую трансляцию Нашей сегодняшней встречи Друзья Все очень спокойно Зайдала в душину Как хорошие друзья По чеслам По голосу Все вопросы Обсуждаем самые даже Ещепетильные Да, любые Слышные Ещепетильные Ещепетильные вопросы Это можно ли показывать Я Всякие разные части тела Хочешь, чтобы я сейчас Раскрыла все свои А, не эфира Да Ещепетильные вопросы Я решила Человек из генера Мои друзья А, не эфира Слава Вся Вся Эфира 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 Пообщаемся Эфира Уверенность в людях, разбивать какие-то стереотипы, ну что-то вот с этим связанное. И мне бы очень хотелось идти именно в эту как бы сторону и обязательно людям внушать, что они смогут, что они все получится, чтобы они ни в коем случае не терялись, ни в коем случае свои мечты на задний план не задвигали. И чтобы потом им там лет в 40, когда они вернутся назад, они не сказали, ой, вот надо было сделать так, а я вот где-то испугался, где-то не стал этого делать, это неправильно. Нужно сделать все, что ты хочешь, ну, конечно, в рамках разумного, это понятно, но вот хочется тебе устроиться на работу, он такой-то един, такой-то хочется поехать в такую страну, нужно идти. Хочется, например, там сшить себе платье, например, очень сложное, пробуй, потому что потом такой возможности может не быть. Окей, спасибо большое, Наташа. И вот и хорошая команда профессионалов, которые тебя накрасят, одеты. Обращайте внимание на то, что он термотив. Главное, что у нас просто существовало 5 лет, что этот игрок, он самый длительный в этом отношении, и поэтому... Да, полное говно. Можете даже не говорить. Если вы считаете, что это над говно, ставьте лайки. Я посчитываю. Просто сразу столько лайков, ура, ребят, подпишись. Просто лайки, лайки, самое главное, что ты... Не знаю, что не говно, не говно М-шоу, вот вы его, пожалуйста, слушайте очень внимательно, на playfmrussia.ru. То, что вы делаете, ваш блог, являйтесь ли на данный момент основным видом вашей деятельности и основным источником вашего дохода? Мне нужен честный ответ. Кто начнет? Начнет? Нет. Так, Наташа Грунг. Честно говоря, нет, я не хочу в данный момент нагружать канал рекламы по своей специфике, потому что, ну, необходимо достигнуть определенное количество подписчиков. Я не хочу заставлять сейчас тех подписчиков смотреть рекламу, потому что многие, например, отписываются. Я уважаю своего зрителя, прежде всего, и вот так вот. Ну, я пока что не переживаю по этому поводу, что я не зарабатываю. Мне нравится, я снимаю кайф, я получаю от этого просто 100% удовольствие, все. Наташа, а если не секрет, чем ты еще занимаешься, чем ты зарабатываешь на жизнь? Ну, в данный момент это маркетинг, я помогаю компаниям развиваться, также есть у меня съемки, допустим, там, я просто не буду говорить с какими-то из блогеров я работаю, потому что у меня есть контракт, я помогаю им снимать, также я работаю с рекламодателями, помогаю им снимать рекламные ролики, которые встают роллом у самих блогеров. Сами блогеров. Окей, передаем ему дальше микрофон. Друзья, в столице 20 часов 38 минут, вы слушаете PlayFM, меня зовут Наташа Малин, сегодня в М-шоу мы говорим о блогерах. О блогерах мы говорим, с кем занятия, с блогерами. Мне хотелось бы поговорить немного о том, каких блогеров смотрят наши блогеры, кто им нравится, кто им симпатичен в блогерской среде, может быть, есть какие-то варианты приятные для подражания, а может быть, наоборот, есть какие-то варианты для антиподражания. Но я с огромным удовольствием смотрю абсолютно разные блоги абсолютно разного направления, и такие какие-то более специальные, и настольных блогеров смотрю, западных наших, и развлекательные блоги с огромным удовольствием. Вот то, что мне его подарит, по запросу, по макияжу, мне очень понравился блог Юрия Скалерову, который они сейчас делали, макияж в большом городе, кажется, называется. От Мэйбелин, да. С зомбо-ящиком. Да, вот, нет, сейчас зомбо-ящик превращается. Нет, кстати говоря, сейчас случай недавно был, когда один, а, ну, то есть родители заставляли одного ребенка пить другого на камеру как-то. Я слышу, я слышу протокон, но это вообще, ну, это уже где-то, где-то такое, это ужасно, действительно. Что скажет Наташа Гром? Ну, так как я сейчас очень много общаюсь с блогерами, и как я говорю, это и работаю, у меня теперь делится на тех, кого я знаю в реале, и кого не знаю. То есть я могу уже оценить, какой человек в реале, как он думает, адекват, он неадекват. Мне очень нравится, как подходит к жизни, к делу, к работе Катя Клэп. Все очень четко, реклама, все четко, идеальное интервью, все правильно говорит. Адекват. Да. Шпагина, несмотря на то, что такая ситуация произошла, девчонка, она очень хорошая, умная, и она реально адекватная, с ней приятно работать. Я очень много смотрю видео, связанные с автоблогерами, но это тоже, это такая тематика, которая мне нравится. Но их я практически не знаю, потому что мы с ними не общаемся, и у меня не такой контент, чтобы с ними как-то дружить. Наташа, а кто вот неадекват? Очень сложно говорить в этом плане, потому что не хочется никого видеть, и так как... Можно первые буквы инициалов у нас выпадать. Первую букву канала. Или сказать, ну, это блогер, вот он делает блог, такой, знаете, о, чем-нибудь. Ну, просто есть, да, она девушка, она... Я ее не знаю лично, но мне не нравится ее подача в социальных сетях, и то, как она себя ведет, и то, как она пишет матом, и то, как она людей призывает к чему-то такому плохому, и строит скандал на скандале. Не актриса, случайно? Нет, у нее она еще выпустила клип про метро. А-а-а, клип про метро. Я ни в коем случае не хочу, но мне просто не нравится, когда все-таки читают дети, смотрят родители, и почему я тоже, я мату не ругаюсь никогда в своих блогах, потому что я знаю, что меня смотрят родители детей, которые, ну, они вместе осмотрят. Да. Вот, и мне очень не нравится такой именно, такая именно ее подача, я бы так не стала делать. Мне было бы стыдно там лет через пять, когда я это потом прочитала, вот это да. Супер. Кстати, вот размер текстов тоже для меня имеет значение. Я люблю пописать так прям нормально, вот, и потом... Потому что много букв не осидают. Да, 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 и страдаю от того, что понимаю, что кого-то это бесит. Да, просто считаешь, что человек, который о чем-то повествует, должен быть на голову, грубо говоря, выше, ну, в кавычках, чем вся аудитория. Он должен что-то донести, рассказать, показать и чему-то научить. Когда его будут смотреть, тогда аудитория за ним потянется. Ну, как мы это можем назвать? Что это такое? Это харизма или что это? И харизма тоже, наверное, играет немаловажную в этом деле роль. Но я считаю, что да, хотя бы правильно писать, хотя бы как-то рассказать, что-то интересное показать, снять. Вот это вот все донести до человека. Именно таким образом заинтересовать зрителя, чтобы они потом уже либо начали как-то делать то, что ты им советуешь, либо у них там на корочке останется все это, и они прислушиваются к тебе. Я считаю, это важно. Это видеоблагер Наташа Бром, кто-нибудь... Сложно не в том, что, например, как вот Юли, да, собираясь там каждое утро на работу, и все считают, что мы ничего не делаем. Это такая большая ошибка. Это очень сложно объяснить, что туда потрачу не только твои деньги, которые ты тратишь в любом случае на ту же съемку, покупая новые объективы, фон, там как-то приукрашаешь комнату, чтобы тебе не было стыдно показать. Это очень важно, я считаю, потому что все в любом случае будут смотреть за хорошей картинкой. Потому что если отрываешься обои и еще что-то, ну, это неинтересно. Я уже знаю, что это такое, это неинтересно. То есть тратить деньги и собственного ресурса, тратиться здоровье. Да. Это очень тяжело, потому что иногда бывает очень сложно, что там какой-то сложный монтаж, либо ты работаешь с кем-то из блогеров и сидишь с ними на монтаже. И это очень сложно объяснить и показать человеку, когда ты только начинаешь с кем-то. Вот я часто переписываюсь с теми, кто меня смотрит. Ну, это у меня какое-то правило, что ты с меня пишешь, я там стараюсь к этому ответить. И я понимаю, что они даже не задумываются о том, как это бывает тяжело. То есть для них «Ой, ну что, когда новое видео?» Потом час проходит, когда новое видео. Я говорю, то есть я спрашиваю человека, ты думаешь, что это так просто за один час записать, быстро его порезать? Сколько по времени один видосик, сколько на него тратится по времени? Именно со съемкой и с монтажом? Да, со съемкой и с монтажом, чтобы вот готовый видосик случился. 12 часов. 12 часов. То есть бывает больше. Иногда, допустим, какой-то кусок пишешь, оставляешь его для следующего ролика и понимаешь, что его лучше ставить туда, чем сюда, например. То есть вот так. Но труд, на самом деле, очень большой. И когда миллионные блогеры получают деньги, я понимаю, что это заслужено, например. Но у них же там еще наверняка какая-то команда за ними стоит, которая... У кого? У всех по разному. У некоторых даже есть продюсеры. Ну, я не буду просто говорить, кто это. Но сейчас просто дети не знают, что у блогеров есть продюсеры. Ну, некоторые этого даже не скрывают. Наоборот, показывают это как часть своего звездного статуса. Мы очень скоро вернемся сюда, друзья. Сейчас послушаем. Если получится, да, было бы очень круто этим заниматься в дальнейшем. И там лет в 50-40 открыть в продакшн, например. Ой, это хорошая, очень амбициозная цель. У тебя видеоблогинг, он в плане монтажа очень сильно растет. Очень сейчас, да, в последнее время это очень чувствуется. Особенно, когда Дружко появился у нас. Дружко в шоу. И все такие, оп, ничего себе, надо работать дальше. Да, безграмотные, то, наверное, и на какой монтаж. Но это просто не поможет, да. Ну, просто в Кремлении, да, киберспорт очень сильно сейчас вызывает там, о, там миллион. Узнавайте много интересного. О, спасибо большое. Как сейчас все бросятся подписываться. Ой, что начнется. Наташа Гром. И никогда никого не слушайте. Если вам нравится, делайте. Прислушивайтесь к критике, но она должна быть конструктивной. Обычно говорят те, кто ничего не делает. Ну, когда пустой разговор. Поэтому никогда не слушайте, всегда идите к своей цели. Ой, огромное вам спасибо, дорогие друзья. Ура! Спасибо! И в заключение этого ролика мне хотелось бы поблагодарить радиостанцию Play.fm за то, что пригласили, позвали на интервью. Мне было очень приятно. Я вспомнила свои старые похождения на радио, работу на радио. И еще хотелось бы рассказать, что мне очень приятно было сидеть вместе с ведущей Наташей Малец. Потому что, когда я пробовалась себя на роли ведущей на радио, мне всегда ставили Наташу в пример. У Наташи тогда началась карьера на одной из московских радиостанций. Вот, я всегда слушала, включала. И вот так получилось, что спустя столько лет мы с Наташей встречаемся в эфирной студии. И у нас вместе получается эфир. И она берет интервью блогеров. И там вот я как бы вот. Это очень круто, это очень здорово. Спасибо большое за просмотр. Если ты не подписан, то подписывайся. Ставь лайк. И я хочу сказать то, что всех очень люблю. Всегда ваш огромный Наташа. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok